Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семёна Чемоданина. С вами я, Смаян. Мы сегодня в полном составе и решили на Майске уехать из Геленджика. Мои уже все сидят в машине. Мы прыгаем в тачку и едем в Новороссийск. Мы уже выехали. С меня, как всегда, дорога. Покажу вам красивые виды. Но первым делом мы заедем на заправку, потому что у нас горит уже лампочка. Такой сломанный здесь шланг. Приходится рукой держать. Оплачиваем покупки постоянно карточкой Тинькофф. Недавно Настенька себе сделала даже карточку Мир. У меня лично Мир тоже есть уже достаточно давно. По ней мы получаем, во-первых, повышенные кэшбэки, во-вторых, процент на остаток. Плюс ко всему там есть такой еще инструмент, как инвесткопилка, которая помогает очень незаметно копить деньги. В описании к этому видео я оставлю ссылочку, чтобы вы тоже оформили себе карту Тинькофф. Во-первых, от нас вы получите пожизненное бесплатное обслуживание и, естественно, повышенные кэшбэки. Переходите по ссылочке, оформляйте карточку, вам ее привезут в любое место, где бы вы ни находились. Пользуйтесь. Вот это у нас, конечно, вообще прикол случился. Едем и здесь, возле канатной дороги Олимп, выезжаю, получается, с заправки, и такой мощный хлопок под машиной. И пошел черный дым из отхлопной системы. И все, и тачка, короче, не едет, тяга пропала. Короче, заглянул под капот, смотрел, смотрел. Сейчас покажу. Совсем недавно я поменял патрубок на турбину, поставил неоригинальный аналог. Я не знаю, полтора месяца где-то он продержался и в итоге просто лопнул. Для того, чтобы нам хоть куда-то дальше поехать, я вообще решил, что я сейчас его сниму и обмотаю скотчем. Я, конечно, дурею с этих автозапчастей. Вот, видите? Просто лопнул. И у меня сразу загорелись спиральки, и все, тяга пропала. Блин, я, конечно, вообще в шоке. Вот такая вот херня. Из чего они сделаны? Просто жесть, что просто взял, так пух, и лопнул. Ну, сейчас, как говорится, скотч нас должен, наверное, выручить. Вот так заколхозил. Я не знаю, короче, на сколько это хватит. Ну, просто трындец. Чего не сделаешь ради поездки, как говорится, Новороссийск. Вот снова непредвиденные расходы. Последний раз у меня такой маникюр был, когда у меня была газель много-много лет назад. Просто в шоке. Тачка почти за 2 миллиона, а под капот заглядываем. Вообще какая-то трындец. Какая здесь есть большая парковка, такая с пушками, причем. Интересно. Здесь есть еще одна такая большая парковка. И здесь очень интересная смотровая площадка, на которую мы заедем погулять уже в конце выпуска, так что не переключайтесь. Мельком сейчас я вам ее покажу. Видите? Здесь вот можно так остановиться будет. Вот она. А мы будем двигаться пока в сам город. Ну вот мы и доехали. Мы в Новороссийске, хоть и не без приключений, как обычно. Я, кстати, оттер весь свой газелевский маникюр. Газелевский. Все, пойдемте гулять по городу, ставьте лайк, пишите комментарии. Мы здесь припарковались на такой парковке. Пока мест много, и сразу здесь такая вот огромнейшая площадь, где работают всякие детские развлекушки, фудкурты. Здесь есть же KPC. Возможно, он работает. Сейчас чуть попозже. Посмотрим. В общем, на самом деле первое впечатление, когда ты только заезжаешь в Новороссийск, такое типа ты что, в Челябинск приехал? Вот эти всякие краны стоят, какие-то вышки, что-то качают, как-то серость какая-то. Но потом оказываешься вот здесь вот в центре и понимаешь, что ты приехал в Новороссийск. Едешь, и вот эти вот огромнейшие военные корабли. Это такая мощь, на самом деле. Смотришь на них и просто становится страшно, ужас вообще. Я думаю, 9-2 мая надо, наверное, в Россию приехать. Здесь, наверное, будет еще в городской флот, у меня такого не было. Ну да. Нет, здесь нужно отмечать военный и морской. Это вот когда в июле, я не помню. В июле, в конце июля эти зоны такие с беленькими качельками. Набережная, вот мы сколько слышали, что набережная в Новороссийске очень крутая. Ну, собственно, она отсюда и начинается. Вот, поэтому сейчас будем ходить, все разглядывать и смотреть. Собственно, это и есть морской вокзал. Здесь вот такой вот памятник, как в этом, вот в Питере что-то подобное стоит. Пойдемте почитаем. Он пока не работает. Здесь древних мус улыбки благосклонные. Вот такая вот здесь надпись сделана. так все флаги мира в гости к нам. Так, ветер дует сильно. Мирончику не нравится. Сейчас, сейчас, сейчас я тебе разверну, сынок. Морской славе России посвящается. Вау, вот это кораблище. Вон там вот мы мимо просто проехали. Там сквер прикольный, зелененький, деревья уже распустились. Так, а мы пойдем вот сюда. Но Российск. Одна буква упала, видимо, сильным ветром. Тоже знаю, что здесь очень сильные ветра, сильнее, чем в Геленджике. Но Российск просто рекордсмен по ветрам. Здесь спокойно переворачивает машины. Кстати, на корабль можно взять даже экскурсию. Да не, наверное, ветер сдул. Здесь установлена такая скульптура женщины с ребенком смотрящая смотрящая туда, на краны. Здесь еще есть вот такая вот скульптура, называется «Дарующая воду». и здесь прям установлен вот такой вот детский парк, кофе. Что-то еще даже закрыто. Вот, здесь вот кипящиха есть. и между прочим, она функционирует здесь. Детвора у нас сразу лежала на пушки. Да, здесь такая, короче, вообще на самом деле военная набережная, если ее можешь так сказать. Вот установленные, кто это здесь, Настена? Ты знаешь, что это? Серебряков, Лазарев, Раевский. Вот так вот, памятник вот этим трем полководцам. Вон даже на домах установлен какой-то военный катер. А вон там, вон, смотрите, установлены пушки. На самом деле, чуть-чуть напоминает Петербург. Ну, вот так вот, мельком, знаете, вскользь. Вот там тоже типа такие вот набережные, кораблиные. видимо, там есть порты, вот такие корабли, то, конечно, они, наверное, все идентичны и похожи. Вообще широко, очень широко, причем вот так вот, если в круг разворачиваться, сейчас людей очень мало, и, конечно, можно действительно понаслаждаться городом. Также можно вот сюда даже спуститься. Вот они, пушки оборонительные, вряд ли действующие. Опа! И вот так вот можно сюда подойти. Видите, какие волны, какой у нас сегодня ветерок. Даже волны бьют вот сюда вот на землю. Мария, сильно не подходи, волны бьют, мокро там. катер установлен героическим морякам-черноморцам. Вот еще продолжается кафе. Здесь, смотрите, вот такая вот есть стела, на которой напишется на пляж без отходов. Представляете, вот тут вот 150 метров, видимо, вот это вот, это есть пляж. Интересный пляж, конечно, если честно. Детвора нашу увидела площадочку и побежала скорее туда. Вот, красивая, новенькая, современная. Пока детвора будет играть, пойдем, сходим на этот пляж. Площадка, кстати, вообще просто огонь. Очень красиво сделана в таких приятных цветах. Новенькая, современненькая, великолепная. Будем идти с Мирончиком на пляжик, да, сынок? Пойдем с тобой посмотрим, что здесь такой за пляж без отходов. Ну, я не знаю, я, конечно, не любитель таких пляжей, потому что все равно это порт, все равно это здесь будет пленочка на воде. Но сделан достойно. В любом случае, видите, такая а-ля зеленая зона. Прикольно. Галька мелкая. Даже есть душ и тренажерный тренажеры, в общем, установлены. И вот так вот можно с таким прекрасным видом на горы. Правда, сегодня облачность, не все холмы видны, но в целом прикольно. Вот такой пляж нам российский. Возможно, сегодня еще пляжи посмотрим. Но пока это самый первый, даже обозначенный как безотходный. сейчас посмотрим, какая здесь водица. Ну, слушайте, чище, да, конечно, где там, где военный корабль стоит. Вот, кто здесь купался, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам, как вам этот пляж, как вам это место. Если в этом году отправляетесь в путешествие и не знаете, где найти себе жилье, правда, совсем недавно мы показали один сервис и про него рассказали. Сегодня я хочу вам порекомендовать чуть другой сервис, который очень похож на Iron B&B. То есть там квартиры. Называется сервис суточно.ру. Ребята классно постарались, они даже перенесли автоматически в свою платформу все те, которые были на зарубежных сайтах. И, конечно, это удобно, потому что даже сохранились отзывы и рейтинги тех, кто сдает свое жилье. Ссылочку на этот сервис я, конечно же, оставлю в описании. Переходите и бронируйте очень выгодно. По нашей ссылочке естественно вы забронируете гораздо выгоднее, чем просто на сайте. Так что пользуйтесь. Здесь на набережной стоит вот такой вот памятник неизвестному матросу. и табличка висит объект культурного наследия федерального значения. Здесь вот возле этой пушки слева-справа еще есть выходы, входы на пляж. 100-миллиметровая палубная артиллерийская установка, которую подняли в 2017 году со мной в море. Вот так выглядит. здесь такие умные винты. Пойдя чуть дальше пляж продолжается, есть кабиночки. Самое что интересно, здесь есть волнорезы такие широкие. Если вы присмотритесь на эти волнорезы, у них есть такие лесенки, чтобы спуститься воду, ну типа как в бассейне. Дальше на набережной стоит такой вот сити-парк, называется. Прикольно, это видимо будет торговый центр, и прям видите, сразу есть пляж. Набережная, это часть набережной, конечно, безусловно красивая, особенно ночь, потому что эти вот черные столбики, они подсвечиваются. Красивые лавочки, клумбочки, все сделано достойно, слушайте, ну не обманывают те, кто говорит, что набережная в Новороссийске красивая, ну действительно. Так, Темка пробует вон дергать макдональдскую дверь, в итоге закрыто. Есть качельки на пляже, следующее здание, это вообще Черноморский торговый центр, и собственно площадь, площадь возле него, видите, такие лесенки уходят вниз, соответственно проходите, проходите по лесенкам и попадаете вот сюда вот на пляж. Какие прекрасные виды, да, открываются с набережной. Вон там вот на мысе стоит памятник, сейчас я думаю, что до него отойдем, такой небольшой лесочек, травка зеленая, блин, по красоте на самом деле, слушайте, здорово. Торговый, кстати, еще не заполнен, он новый, видите, вот эти все этажи, первый, первый этаж забито, а второй, третий, четвертый, пустые еще. Вот дальше, вообще красота, посмотрите, елочки, высадки, вот люди тут спускаются, получается, на море, а дальше парк аттракционов, красивые челлаут-зоны, слушайте, очень здорово, впечатляет, слушайте, город, вот, я говорю, интересно, вот когда ты в него въезжаешь, по крайней мере, со стороны Геленджика, сразу думаешь, так-так-так, куда ты попал, что за Челябинск, а потом, вот такая красота, я думаю, так было не всегда, судя по отделкам, это вообще новая набережная, она раньше была другой, не с чем сравнить, на самом деле, потому что мы здесь не были, здесь первый раз, попадая сюда в первый раз, конечно, посмотрите, какой сквер, ну просто крутой, здесь какую красоту строят, аквамол будет называться, ну собственно, такой, да, торговый центр, с видом на вот эти яхты, на море и с выходом на набережную, прикольно, вот мы дошли до вот этого лесочка с зеленой поляной, я хочу вам показать виды, я хочу вот с этой стороны показать набережную, забавно, посмотрите, какое, кстати, длинное облако повисло над хребтом, все, будем двигаться дальше, вниз, по набережной, вот это вот, называется, мыс любви, и стоит памятник, погибшим, морякам, здесь можно спуститься на пляж, но там как такового пляжа нет, там вообще навалены просто камни, видимо от волны, чтобы вот это вот все, не разрушилось, но пляжи здесь выглядят вот так, то есть получается только центральный пляж оборудован, а здесь вот все в таком виде, не знаю, купается, не купается, если кто-то купается, напишите, конечно, комментарий, интересно будет читать, там вот установлены зеленые скульптуры, в виде руки, вот так вот, с сердцем, так, теперь, смотрите, какая здесь есть скульптура, которая называется, исход, 1920 год, не знаю, чему исход, а, ну там вон таблички есть, туда подниматься не будем, будем двигаться дальше, но в целом набережная, огромное количество вот таких вот памятников, скульптур, заходив на которые, можно поизучать историю, так что если вы сюда приезжаете, прямо на отдых, то как следует, походите, поизучайте, вон Тёмка увидел с Родионом скульптуру дельфинов, кстати, уже не первая, я вот думаю, неужели здесь дельфины плавают, напротив спуска стоит очень красивый, кстати, ресторанчик, сделан в таком стиле, наверное, английском, наверное, так, вообще, конечно, прикольный конь и дельфин, называется ресторан, спортивные трансляции, ну да, я говорю, как-то спортбар такой, вот напротив дельфинчиков, к обеду людей стало гораздо, гораздо больше, мы подходим к какой-то церкви, сейчас поближе подойдем, посмотрим, что за церквушка, а пляжи здесь вот так и не меняются, большие камни, я думаю, что здесь вряд ли купаются, а если купаются, то это однозначно считаются дикие пляжи, возле храма есть такая потрясающая площадка, и не скажу, что она только для детей, тут вон и взрослые на печельках, и такие круги, где можно лечь, отдохнуть, очень современно сделано, вот прям очень круто, да, ради одних только площадок, если у вас дети, можно сюда приехать, и поиграть, он медведь, в виде скалодрома, сделан, вот дальше такая, пластиковая площадка, в общем, наши детвора, зависла, на детской площадке, и уходить они походу не собираются, на самом деле, да, они такие, очень прикольные, Настенька вот Миронечка укладывает, бинго, у нас уснул Миронечка, мы можем дальше продолжать гулять, по этому прекрасному городу, Родион, что это за здание? Здание Боженьки, а как ты сказал изначально? Боженьки, это Боженьки Королевства, Да, Боженьки Королевства, да, вот на храм, Родион сказал, это Королевство Боженьки, вот так вот, напротив храма, проходит какая-то ярмарка, мы решили туда не идти, за храмом, еще есть пляж, который, ну, только готовится к открытию, здесь, видите, ребята что-то устанавливают, вывески, вот, они пока еще не открылись, набережная здесь классная, вот 100% стоит приехать хотя бы один разочек, чтобы погулять здесь, на этой набережной, Родиончик, аккуратно, здесь такая интересная часть набережной, потому что справа просто какие-то типа стройки, недостройки, а по эту руку пляж, который тоже еще пока не функционирует, но виды, виды бомбические, я прям смотрю на эти облака, которые на хребте лежат, великолепное зрелище, такой интересный памятник, много-много рыбы на нем, и в общем, это памятник Черноморской Хамсе от благодарных новороссийцев, в голодные военные годы уловы Хамсы помогли выжить жителям Новороссийска и других черноморских городов, представляете, я такого вообще не знал, на самом деле, если бы не этот лютый ветер, который просто продувает очень сильно, по Новороссийскому можно было бы еще гулять, 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 поэтому мы так решили, что вернемся сюда в более лучшую погоду, но пока, как говорится, как смогли, так его изучили и посмотрели, какую-то часть набережной, на самом деле, по набережной почти мы все и прошли, небольшой кусочек остался, и потом мы упираемся уже в этот мыс, мыс Хака, по-моему, называется, будем, в общем, двигаться домой, выставьте лайки, пишите комментарии, делайте репосты в социальные сети, поддерживайте выпуск, да и, в принципе, наш канал. Мы с вами прощаемся, увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока! Чуть не забыли и не проехали это место, которое обещал в самом начале видеоролика. Вот эта вот огромнейшая стела морякам, революции. Здесь шикарнейший, сколько мы в Питерсоне, просто меня же начинает сносить, и уже, кстати, дело к закату, сейчас покажу вам этот прекрасный вид на весь Новороссийск. гляньте, гляньте, какие красоты. Здесь такой памятник кораблей, скульптор, цыгаль, архитектор белопольский, 1980 год, представляете? Ну и, собственно, все корабли танкер, Эльбрус, пароход Фредерик, пароход Аксоюз, миноносец, сметливый. И самое, что интересно, здесь вот в камне сделаны рисунки, выбиты, получается, да, как выглядел каждый корабль. Миноносец стремительный, наверное, из-за солнца не видно, вот так вот лучше. Вот следующий, да, прикольно, конечно. А с этой? А, здесь уже нету почему-то. Да, вот такая вот смотровая площадка. Красота. Ну, вот теперь, друзья, на самом деле точно можно сказать пока. Шикарный город Новороссийского набережной. мы точно приедем еще разочек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok